Омикрон проник в Россию. Что известно? Все категории сейчас возрастные сталкиваются с этой инфекцией, и во всех возрастных категориях есть случаи тяжелого течения заболевания. В КФУ появится магистратура по хемоинформатике. Программа создана в том числе для того, чтобы мы обменивались этим опытом, который есть у каждого уже из университетов преподавания в этой области. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Арианна Кугушева. Ректор Казанского Федерального Университета принял участие в заседании Наблюдательного Совета Инвестиционно-Венчурного Фонда Республики Татарстан. Участники заслушали доклады согласно повестке, в том числе обсудили вопросы финансового плана фонда на 2022 год. В заседании Наблюдательного Совета Некоммерческой Организации Инвестиционно-Венчурный Фонд Республики Татарстан принял сегодня участие ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Российские туристы привезли домой новый штамм коронавируса. За короткое время омикрон стал доминирующей разновидностью ковида в Южноафриканской Республике. Что известно об инфекции и как не стать ее жертвой, расскажем в следующем сюжете. Вместе с россиянами из Южноафриканской Республики в Москву проник омикрон – новый штамм коронавирусной инфекции. Вирус распространяется намного быстрее своих собратьев и чаще повторно инфицирует переболевших ковидом. Случаев летального исхода Всемирная Организация Здравоохранения пока не зарегистрировала, а сам омикрон изучен плохо. Однако исследования показали, что существующие вакцины срабатывали и против новых штаммов коронавируса. Здесь уже не работают те правила, да, идет инфекция, ну какая тут вакцинация, да, она идет, но она идет и никого не щадит на своем пути. И поэтому сегодня и боремся с инфекцией, и активно вакцинируем. Потому что пока мы не создадим ту самую пресловутую иммунную прослойку, мы не сможем взять под контроль ситуацию и вернуться к нормальному, спокойному образу жизни. И в госпиталь, и с вакцинированной попадают. Но вакцинированные болеют намного легче, нам проще их лечить. Мы понимаем, где и когда мы можем вовремя остановить вирус, и иммунитет у них вовремя включается на защиту у таких пациентов. Заболевшие новым штаммом могут гулять среди нас. Как сообщила одна из пассажирок лайнера, тем, у кого были связи, удалось сбежать из-под надзоров Домодедова и отсидеться дома. Некоторые турагентства готовы предложить маршрут с пересадкой через другие страны, чтобы штамп из Африки не обращал впечатление отпуска двухнедельным карантином. Группы риск, они остались те же. И совершенно четко это и возрастные пациенты, это пациенты с хроническими заболеваниями. По статистической информации, количество детей и заболевших тоже увеличивается. В республике наша детская сеть занимается лечением этих пациентов. Сейчас мы больше сталкиваемся с категорией беременная женщина, которая тоже находится на учете в нашей поликлинике, в женской консультации. Все категории сейчас возрастные сталкиваются с этой инфекцией. И во всех возрастных категориях есть случаи тяжелого течения заболевания. Ну, как всегда, думаем, что пройдет. Мы сами вылечим все таблетки, все, температура держится, не проходит. Начал сам принимать там текарства. Это как обычно, мы же такие люди, правильно, думаем, что все это как бы насморк, сосуды пройдет, не проходит температура. Сегодня вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. На днях в общежитиях прошла очередная вакцинация иностранных студентов. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу Группа ученых Института физики Казанского федерального университета удостоена государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за циклы работ метеорно-ионосферные распределения аэрдиообол и волновые процессы в атмосфере. Соответствующий указ подписан президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. На платформе YouTube опубликован фильм о научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета, съемки которого прошли с 27 по 30 октября. Казань, понятно почему, потому что это одна из важнейших и старейших библиотек в стране. Ну и, конечно, в том числе этот комплекс зданий университетских он потрясающий, просто эстетически это важно. Сегодня юбилей у программы «Неделя спорта». Ей исполняется 5 лет. Именно в этот день, 5 лет назад, вышел первый выпуск спортивных новостей и аналитики. В преддверии праздника был организован флешмоб. Прошлые и нынешние работники снимали себя на видео и крепко поздравляли с этим знаменательным для передачи днем и желали ей дальнейшего процветания. Казанский федеральный университет вошел в консорциум вузов по созданию сетевой европейской магистрской программы по хемоинформатике, поддержанной европейской программой «Ирасмус плюс». Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете 2012 года ведется преподавание в области хемоинформатики. Тогда была создана первая в России магистратура по этой дисциплине. Впоследствии она получила статус магистратуры двойного диплома с университетом Страсбурга. Казанский университет подал заявку на программу «Ирасмус плюс» для того, чтобы создать европейскую программу по хемоинформатике. Дело в том, что, получается, все эти вузы ведут преподавание в этой области, но имеются какие-то региональные особенности. У каждого из вузов есть свои наработки, свои методики преподавания и свои лучшие практики. Кроме того, мы обратили внимание Евросоюза, что у каждого вуза есть своя сильная сторона в отношении не только преподавания, а научной составляющей, например, в области хемоинформатики. Скажем, у Казанского университета особенно сильная область информатики и химических реакций. Это вот наша специализация там. Участники программы будут иметь возможность обучаться в трех вузах консорциума. Для этого они должны будут сначала пройти отбор в программу, затем успешно сдать экзамены и поступить в магистратуру по хемоинформатике в вузу участника консорциума. Поступивший, например, в магистратуру КФУ участник проекта должен будет год учиться в Казанском университете, а затем один семестр сразу в Казанском университете и один семестр в выбранном в вузе консорциума. Также отметим, что выпускник получит дипломы сразу двух университетов. Программа создана в том числе для того, чтобы мы обменивались этим опытом, который есть у каждого уже из университетов преподавания в этой области. И за счет этого мы можем усилить те аспекты, которые у нас есть. В настоящее время идет процесс подписания многосторонних соглашений между университетами программы. Первых магистратов планируется набрать уже в 2022 году. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ-Ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел историко-этнологический сбор археологов и краеведов. Подробнее конференции в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ собрались археологи, историки, краеведы, члены археологических отрядов Республики Татарстан. Цель мероприятия – развитие системы научного подхода в археологии, повышение уровня знаний об истории родного края, а также обмен опытом работы профильных кружков. Приехала на этнологический слет как руководитель получается археологического кружка. Я призвела сюда 11 ребят, пятиклассников. И также я выступила с докладом о работе нашего кружка за этот учебный год. Я очень рада, что по сей день есть такие мероприятия, в которых можно заявить о себе и показать себя. Во время конференции участники зачитали доклады о проделанной работе в рамках археологических исследований. Помимо этого, участникам провели экскурсию по институту и музею. Все желающие могли принять участие в квиз-игре и посетить мастер-классы. В завершении историко-этнологического сбора участников наградили дипломами и призами. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюс. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошел велком-тур по государственной службе. Во встрече со студентами приняли участие четверо заведующих кафедрами КФУ и представитель департамента кадров в государственной службе аппарата президента Республики Татарстан. Велком-тур по государственной службе, который предназначен для того, чтобы наша студенческая молодежь, которая обучается по профилю, уже сегодня понимала, каким образом выстраивается госслужба, какие есть сложности, какие есть механизмы и особенности работы в государственном муниципальном управлении, ну и вообще в органах государственной власти Республики Татарстан. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!